Привет, это канал Тостер. Здесь все самое интересное о домашней технике. И в этом видео 5 самых крутых холодильников 2018 года, которые будут актуальны и в 2019 году тоже. Разные форматы для разных кухонь, разные цены на разный кошелек, но все они высокотехнологичные, продвинутые и красивые, иначе просто не попали в наш топ. Начнем мы вот с этого немецкого красавца. Я бы назвал его царь-холодильником. Ну, конечно, кто-то скажет, что царь-пушка не стреляет, а царь-колокол не звонит. Но вот здесь вот все работает. Работает, и он еще царь-холодильник, потому что он шестизонный. Здесь 6 температурных зон. Здесь классическая технология iLiebher, равномерное распределение холодного воздуха по холодильной камере, power cooling. И здесь еще есть фильтр воздушный, и у вас в холодильнике не будет никаких неприятных запахов. Вот этот контейнер, мне он очень нравится. Называется он VarioSafe. Смысл в том, что здесь вы можете хранить всякие разные продукты, мелочи, и вот здесь в данном случае у нас йогурты. И еще его фишка в том, что он переставляется по высоте. Дальше, внизу здесь полка специальная для напитков, для бутылок с напитками. И она тоже вариативная, она переворачивается и превращается вот в обычную полку, если бутылки хранить не нужно. Дальше зона свежести, и она здесь очень необычная, я бы даже сказал уникальная. Дело в том, что вот в этом верхнем контейнере можно устанавливать разные температуры одновременно. Например, здесь может быть в этой части 0 градусов, а в этой части, вот в этом контейнере, его можно двигать подвижный, минус 2 градуса. И тогда здесь, например, можно хранить морепродукты. Также можно во всем этом контейнере сделать температуру минус 2 градуса и хранить, например, только морепродукты. Или в этом контейнере может быть температура 0 градусов для хранения фруктов, овощей, молочных продуктов, сыров. И температуры обозначаются вот здесь, на этой панели управления. Меняются они здесь с главной панели управления. И эта зона свежести, она продолжается дальше. И здесь уже контейнеры, где поддерживается температура около нуля. И можно устанавливать необходимый уровень влажности для хранения различных продуктов. Итак, это были еще 2 температурных зоны. То есть, всего здесь 3 температурных зоны. Мы двигаемся дальше. У нас есть еще 3 температурных зоны. И одна из них в морозильной камере. Опа, посмотрите, как клево зажегся свет. Здесь тоже светодиодная подсветка в морозильной камере. Ну, морозилка, это, в общем, классика. Здесь no frost. Ничего вручную размораживать не нужно. И, пожалуй, главная изюминка морозильной камеры, это вот этот вот встроенный ледогенератор. Это автоматическое производство кубиков льда. Холодильник подключается к водопроводу. Здесь фильтр устанавливается для воды. И кубики, они автоматически падают вот сюда, вот в контейнер. Причем они не слипаются. За это тоже отвечает специальная технология. И вы можете хранить вот в этих верхних контейнерах столько льда, сколько вам нужно для любой вечеринки. Ну вот, это была четвертая климатическая зона в этом холодильнике. А мы двигаемся дальше и проверим, что там с пятой и шестой. Да, это винный шкаф. И он тоже часть этого крутого холодильника Рибхер. В том числе из-за него он попал в наш топ. Прямо моя мечта. Смотрите, он двухзонный. Здесь, ну, например, сверху можно хранить красное вино. Выставляется температура. В нижней части, например, белое вино. Тоже можно отдельно выставить температуру. Совершенно изолированные зоны. Вот здесь изоляция. И даже на дверце предусмотрена вот такая изоляционная планка, которая не дает смешиваться воздуху и температуре в разных отделениях. И еще здесь стекло. Оно с защитой от ультрафиолета, что для хранения вина очень важно. Полки деревянные. Они на телескопических направляющих. И здесь такой есть милый момент. Это вот такая демозона. Ну, то есть, если к вам пришли гости, или просто для себя, вы можете какие-то свои очень крутые вина вот так вот сделать, чтобы всегда ими любоваться. Еще важный момент это освещение. Оно здесь светодиодное. В одном и в другом винном отделении. И светодиоды, они не нагреваются, поэтому температура не изменяется, что важно для хранения вина. Есть угольный фильтр, так что воздух всегда чистый. Кстати, мы снимали на заводе Липхер. Сюжет о том, как делают холодильники. И там есть момент о том, как вот эти ручки тестируют на износоустойчивость. Очень интересно. Посмотрите, ссылка в подписи к этому видео. И еще об этом холодильнике. Он большой, но при этом никаких проблем с тем, например, как занести его домой не будет. Потому что он разделяется вот по этой линии. И вы можете заносить его отдельные сегменты. Холодильное и морозильное отделение и винное. И здесь еще есть специальная технология, которая позволяет вот эти отделения ставить именно рядом. Вместе никакого конденсата между ними не возникнет. Это был холодильник Липхер в нашем топе самых крутых холодильников 2018 года. Опа, а теперь бонус-трек. Вот эта морозилка компании Липхер была создана, ну, можно сказать, по просьбам трудящихся. Потому что многим из нас нужно хранить большое количество продуктов. Ну, или семья большая, или дачный урожай. Но негде. Негде, потому что в квартире морозилка не помещается. Так вот, эта морозилка, она может работать в неотапливаемых помещениях. Любая веранда неотапливаемая, подвал, какой-то балкон или еще какое-либо помещение, там вы ее можете установить. Здесь электронное управление, ящики легко выдвигаются, и они сделаны таким образом, что когда вы открываете дверцу, сюда к продуктам, ну, почти не впадает в теплый воздух. Еще одна особенность этой морозилки, это то, что охлаждающий контур, он встроен в стенки и находится по периметру. Благодаря этому ничего не мешает вот здесь между ящиками их устанавливать. Кроме того, здесь вообще есть стеклянные полки. Если хотите, то ящики можно убрать и хранить продукты непосредственно на полках, если так удобно. Итак, эта морозилка Lipher GP 1213 подойдет для больших семей, для тех, кто любит ездить в супермаркет, чтобы сделать большие запасы, ну, или для дачников, огородников, у кого большой урожай. Следующий участник нашего годового топа, он уже другого формата, такого более привычного всем, это двухкамерная классика. Во-первых, это красиво. Ну, посмотрите на него, металлический корпус, он сделан в дизайне антрацит, и правда, очень круто и очень дорого смотрится, несмотря на то, что, в принципе, по цене этот холодильник, ну, далеко не самый дорогой в нашем топе, так что многим доступен. И вот за этот внешний вид, где ничего лишнего, такой современный минимализм, я ему готов простить даже то, что у него панель управления находится не на дверце, что, в общем, удобней, а вот здесь сверху. Ну, это и в смысле энергоэффективности тоже немного соусол, но с другой стороны, в задней части есть металлическая панель, это называется технология Metal Cooling. Металл аккумулирует холод и потом отдает его холодильному отделению, то есть компрессору, он здесь, кстати, инверторный, приходится затрачивать меньше энергии на поддержание температуры в холодильном отделении. Здесь многопоточное охлаждение, то есть холодный воздух, он равномерно распределяется по всей холодильной камере. Причем, обратите внимание, что отверстия на задней панели разные, да, здесь они более широкие, а здесь они поуже. Ну, потому что холодный воздух, он же собирается внизу, а в верхней части его меньше, и поэтому сюда его поступает больше. То есть все продукты на каждой полке получает нужное количество холодного воздуха. Двигаемся дальше по холодильному отделению. Здесь зона свежести для хранения самых разных продуктов, ну, таких как мясо, рыба, какие-то морепродукты охлажденные. Здесь в зоне свежести температура всегда на 2 градуса ниже, чем температура в холодильном отделении. Сейчас около плюс 1 градуса. Ну, а овощи, фрукты различные можно хранить в специальном ящике для них, и здесь тоже создаются оптимальные для их хранения температурные условия. В холодильнике есть температурные датчики, и, конечно, есть датчик открытой дверцы, и компрессор инверторный. У него 7 режимов интенсивности работы. Когда вы закрыли дверцу, он знает, с какой интенсивностью ему работать, чтобы быстро достичь необходимого уровня температуры в холодильном отделении. Морозилка. Ну, здесь классика жанра, но клево то, что, во-первых, здесь ящики разного объема, и, во-вторых, они полностью выдвигаются. Вам удобно брать любые продукты. У этого холодильника есть технология, она называется Space Max. Вот эти стенки основные, они тоньше, чем у других холодильников Samsung. Стенки тоньше, внутренний объем, он больше, то есть больше помещается продуктов. Тук-тук, кто там? Это канал Тостер. Мы рассказываем вам про самые крутые холодильники 2018 года. И вот один из них – это сайт-бай-сайт от LG. Вот эта функция, она, конечно, не суперновинка, но LG продолжает ее реализовывать и в новых холодильниках. Зачем она нужна? Ну, во-первых, вы видите все продукты, которые нужны вам повседневно. Увидели продукты – это хорошо, но захочется же и взять что-нибудь. И они все здесь, открываете наружную дверцу, назовем ее так, и берете какой-то из продуктов, которые вам часто нужны. Кто-то скажет, что это такой маркетинг-маркетинг. Не без этого, но есть и практическая польза. Дело в том, что теплый воздух из помещения практически не попадает туда, внутрь холодильного отделения. Значит, температура там почти не поднимается. Значит, компрессор работает менее интенсивно, и это позволяет экономить электричество. LG даже проводили собственные исследования и говорят, что экономия составляет около 41%. Ну, если вам все же нужно достать из холодильника что-нибудь еще, кроме сока и маленьких зелененьких яблочек, то можно его полностью открыть. Вот такое холодильное отделение, оно довольно вместительное, и здесь много всего интересного. Начнем с многопоточного охлаждения. Здесь воздух охлажденный, он подается практически к каждой полке, так что температура равномерная по всему холодильному отделению. Дальше, вот это очень крутая штука, это фильтр, который очищает воздух в холодильнике, но, кроме того, этот модуль, он еще и борется с бактериями. Это очень важно для того, чтобы продукты хранились более длительно. Двигаемся дальше, разные приятные мелочи. Полка для напитков, очень удобно хранить, бутылки, в общем, не мешают, нигде больше по холодильнику положил и готово. Вот еще крутая вещь, это специальный контейнер для разных мелочей. Ну, здесь можно сыр хранить, какие-то мясные нарезки колбасные. Вот так вот все выдвигается, вам удобно это все брать. Дальше контейнер для фруктов и овощей с изменяемой влажностью. И фишка в том еще, что вот здесь специальная крышка. У нее ячейстая структура. Зачем это нужно? Конечно, влага, она скапливается вот в этих ячейках, а на продукты не попадает. Но при этом она не улетучивается совсем из вот этого бокса. Поэтому продукты, они не сохнут, а хранятся, ну, именно вот такой оптимальной для них влажности. Освещение в холодильной камере светодиодное, не поднимается температура из него. И оно, в общем, весьма долговечное. Точно такое же, кстати, светодиодное и в морозилке. Так что в холодильнике, что называется, не заблудитесь. Еще про морозилку. Здесь можно хранить продукты по-разному, как удобно. Хотите на полках, хотите вот здесь в специальных ящиках. Тоже многопоточное охлаждение. Температура поддерживается на разных уровнях. И еще здесь, конечно, ноуфрост. То есть ничего вручную размораживать не нужно. Здесь есть мобильное приложение. И этим холодильником можно управлять из любой точки мира. Заходите и, например, меняете настройки в холодильном отделении и в морозилке. И еще мне очень нравится, что дистанционно можно включать быстрое замораживание. Когда вы поехали в супермаркет, это пригодится, чтобы положить в холодильник новые продукты. И они у вас, ну, быстро заморозились. Это LG, сайт-бай-сайт холодильник в нашем топе холодильников 2018 года. Ну и он очень симпатичный. Следующий холодильник в нашем топе это вот эта модель от Haier. Ну, честно скажу, это мой любимчик, потому что, ну, должны же быть любимчики. Я очень люблю вот этот формат. Он называется French Doe, французская дверь. Смысл в том, что у вас очень вместительное холодильное отделение. И вот здесь, в середине, у вас нет никакой перегородки, которая, ну, просто съедает место. Мы даже специально не стали его наполнять разными баночками, чтобы вы вот увидели этот простор. Но это, конечно, не все о нем. Здесь многопоточное охлаждение. При этом холодильник, он понимает, какая температура на какой полке. Если он чувствует, скажем так, что температура понижается, то на эту полку он направляет более интенсивный поток воздуха и температура выравнивается. Еще здесь есть система антибактериального контроля. Воздух пропускается через турмалиновый фильтр и тем самым он обеззараживается. Меньше бактерий, микробов и это лучше для качественного хранения продуктов. Здесь вместительный такой бокс для хранения овощей и фруктов, но он классический. А вот если ниже посмотреть, то это зоны свежести. Причем одна зона свежести для хранения овощей и фруктов, так называемая зона влажной свежести. И для других продуктов, для сыров, мясопродуктов, морепродуктов, есть зона свежести, зона сухой свежести, dry zone. И у этих зон свежести есть настройки уровня влажности. Вы можете их изменять и, что называется, под себя все это настраивать, что очень удобно. Компрессор в этом холодильнике один, но при этом контур охлаждения два. Это хорошо тем, что не смешиваются запахи продуктов из холодильного и морозильного отделений. И кроме того, это хорошо для более четкого контроля температуры, опять же, как в холодильном, так и в морозильном отделении. И в конечном итоге для более экономичной работы холодильника. Но фрост, конечно, везде и в холодильном отделении, и в морозильном ничего вручную размораживать не нужно. Кстати, вот такой формат морозилки, когда отдельные ящики, он очень удобен тем, что, ну, во-первых, да, продукты хранятся отдельно, и еще это круто, потому что вы открываете сразу не всю морозилку, да, и запускаете в нее теплый воздух из помещения, а только часть. Это хорошо в контексте энергоэффективности. Ну, в самой морозилке здесь вместительные боксы, есть еще специальные дополнительные, вот, для замораживания быстрого разных продуктов. И еще маленькая интересная фишка, вот этот поднос, он из такого достаточно толстого алюминиевого листа, и он для быстрого замораживания самых разных продуктов. Ну, например, мясо охлажденное положили или рыбу. Ну, и еще, конечно, на нем можно подавать так красиво разные продукты, не знаю, там, строганину или устрицы, если хотите, да, такие охлажденные, потому что он аккумулирует поло, сохраняет его. Подсветка. Это очень важно и правильно, что в морозильной камере есть подсветка, вы в ней, что называется, не заблудитесь. Управление сенсорное, так оно красиво активируется. Находится на дверце, это хорошо, потому что не нужно открывать дверцу, и внутрь не попадает теплый воздух. А кроме классических режимов, ну, супер замораживания, супер охлаждения, режим отпуск, есть еще так называемый гибкий режим. Смысл в том, что холодильник понимает, ну, кроме того, какая температура у него внутри, еще какая температура в окружающей среде снаружи. И в связи с этим он оптимизирует свою работу. Если жарковато дома, то компрессор работает интенсивнее. Он, конечно, больше, чем классический холодильник, ширина его 83 сантиметра, но он и гораздо более вместительный, продуктов помещается много, хватит даже для большой семьи. Ну и посмотрите, он же просто красивый, отделка стеклянными панелями и при этом такой лаконичный дизайн. Посмотрите, как красиво активируется подсветка холодильного отделения. Не сразу бьет в глаза, а так медленно и стильно. В общем, круто. Двигаемся далее. Для нашего годового топа мы поставили задачу обязательно найти модель холодильника, которая стоила бы относительно недорого и была бы доступна широкому кругу, но при этом технологически была весьма прокаченной. И у нас получилось. В 2018 году на российский рынок вышла вот эта модель Вирпул. Как видите, несколько цветов. Есть классика белого цвета, нержавеющая сталь и такой глубокий черный. Очень симпатично они смотрятся и внешне тоже, что, в общем, для нас тоже важно играет роль. И давайте посмотрим, что внутри. Здесь многопоточное охлаждение. Это, в общем, уже такая классика жанра, но очень хорошо, что в относительно недорогом холодильнике она есть. Total No Frost. Это означает, что размораживать мне нужно вручную ни морозильное отделение, ни холодильное. Здесь светодиодное освещение. Не нагреваются светодиоды. И это не повышает температуру, в частности, в холодильном отделении. Но выглядит это все классически, потому что формат самого холодильника он классический. С морозилкой снизу двухкамерный. Полочка для напитков. Ее можно устанавливать там, где это удобно. Она переставляется по высоте. И дальше зоны свежести. Одна из них Fresh Box Plus. Она с изменяемым уровнем влажности. Можно хранить разные продукты, создавать для них оптимальные условия. Овощи, фрукты. И вот что очень круто, мне очень нравится, это вот этот разделитель. Вы можете моделировать пространство бокса так, как вам нравится. Вот вроде мелочь, но вот из этих мелочей складывается удобство использования холодильника. В Fresh Box нулевая зона, здесь можно хранить охлажденное мясо, рыбу, морепродукты. Давайте посмотрим, что есть в морозилке. Очень удобно и круто, что вот эти вот ящики, они полностью выдвигаются. И их, в общем, удобно так вынимать и удобно обратно устанавливать. Здесь есть ручки. Это, опять же, из-за разряда приятных мелочей, которые должны быть в современном холодильнике. Есть технология Шестое Чувство. Холодильник чувствует, если у него в холодильном отделении или в морозилке повышается температура, становится какой-то неправильной, и он начинает более интенсивно работать, чтобы привести в порядок эту температуру, скажем так. Ночной режим. Холодильник работает максимально тихо. Компрессор инверторный, он работает в этом режиме постоянно, но с низкой интенсивностью, которой при этом хватает для поддержания оптимальной температуры в обоих отделениях. Эко-режим. Это максимальная экономия энергии. Есть режимы суперзамораживания и суперохлаждения. Например, пригодятся для тех, кто купил много новых продуктов в супермаркете, привез домой, и нужно их быстро охладить и заморозить. Эти функции, они с автоотключением, то есть далее холодильник, он возвращается в обычный режим работы. Это были пять лучших холодильников 2018 года, которые будут продаваться в России и в 2019 году. Ну и несколько слов о главных трендах в холодильникостроении. Во-первых, развивается умное управление, вы все больше функций можете контролировать со смартфона, вплоть до того, что вы можете видеть то, что у вас находится в холодильнике. Дальше, все более широко представлены на российском рынке китайские производители, и они предлагают достаточно интересные модели. Это не потому, что я очень сильно люблю китайцев, это хорошо для развития конкуренции между брендами, а значит и для нас с вами. Ну и, конечно, то, что холодильники становятся все более функциональными внутри. Различные дифференцированные зоны для хранения разных продуктов, более продвинутые зоны свежести, да в конце концов целые отделения для вина, вы видели в этом видео. В общем, развивается холодильная промышленность, и это не может не радовать. Канал Тостер, здесь все самое интересное о домашней технике. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся!